22 августа отмечается День Государственного Флага Российской Федерации. И к этой дате отдел городского абонемента Донецкой Республиканской Универсальной Научной Библиотеки в Непрубской подготовил праздничную экспозицию под названием «Россия гордых приколонов». Флаг России – официальный государственный символ наряду с гербом и гимном. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на корабле «Орел» в 1669 году. Законным же отцом Триколора признан Петр I, который сдал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны были поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой. В настоящее время не существует официального толкования цветов государственного флага России, но существует множество символических значений. В дореволюционное время существовала такая трактовка значения цветов. «Белый цвет был символом православной веры, синий цвет – символом царской власти, красный цвет – символом русского народа». Это триединство отразилось в призыве «За веру, царя и Отечество». Помимо этого, высказывается мнение, что три цвета флага символизируют веру, надежду и любовь. Специалисты абонемента подобрали для экспозиции книги и энциклопедии, из которых можно узнать об истории России, великого государства с многовековой историей, об одном из главных его символов – флаге, истории его возникновения, оформлении и значении. Выставка дополнена стихотворением о флаге и портретами правителей России. На экспозиции представлены Издание «Государственность России. Идеи. Люди. Символы». Книга посвящена развитию идеи российской государственности в общественной мысли России и рассказывает о государственной символике на разных этапах существования России. История российской государственности – это история людей, участвовавших в управлении страной. История государственной символики. Книга «Герб, флаг и гимн» Анны Хорошкевич посвящена государственной символике Руси и России. Автор подводит некоторые итоги, прошедшие в конце XX – начале XXI века, дискуссии относительно соотношения национальной и государственной символики. Вопросов происхождения двуглавого орла обращаются к истории государственного флага и гимна. Книга «Герб и флаг России» расскажет о происхождении и судьбах государственных эмблем и их роль в истории России. Родовые знаки Рюриковичей, всадники, львы и орлы, стяги Дмитрия Донского и Ивана Грозного, бело-сине-красный, красный и снова трехцветный флаг, регалии князей, царей, императоров, государственные символы княжества, царства, империи, республики, венцы, короны, скипетры, державы, государственный меч и щит, гербовые знамена – все это рассматривается в книге. Центральное место на выставке занимает иллюстрированное издание «Россия державная» из серии «Великая Россия». Выход книги был приурочен в 400-летию Дома Романовых. Это книга о структуре и истории высших государственных учреждений Российской империи и о важнейших государственных церемониях. В книге рассказывается о главных символах российской государственности до 1917 года. Скипетр, держава, корона, щит, меч, знамя. Описана большая часть гербов, действовавших в России, начиная со времен Владимира Святого и заканчивая Александром Третьим. В книге более 600 иллюстраций. Это произведения русских и зарубежных живописцев, иллюстрации из коронационных альбомов Александра Второго и Александра Третьего. Изображения государственных символов России. Более 350 лет триколор является символом государства российского. Император Николай I сказал однажды, «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Это гордые слова, подчеркивающие величие страны и ее национального символа. Выставка России «Гордый триколор» ориентирована на школьных преподавателей, студентов и профессионалов-историков, а также на всех интересующихся прошлым и будущим Отечества. Экспозиция располагается в холле второго этажа библиотеки имени Крупской.